Здравствуйте, друзья и подписчики канала People Life. Меня зовут Алексей Курбан и со мной сейчас на скайп-связи Таролок Яна Пасынкова. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос к вам. В эти дни на Бали проводятся сами G20. Что может этот съезд принести Украине? Он, в принципе, созван по причине войны в нашей стране. И может ли после него что-то измениться в положении военных дел на территории Украины? Ага, мероприятие по поводу того, чтобы не было Третьей мировой войны. Вот по какому поводу мероприятие. Слишком, слишком много тьмы вокруг. Вот по какому поводу мероприятие. Нужно вспомнить, зачем мы здесь. Нужно вспомнить про наши жизни. Нужно вспомнить про наших детей, про их будущее. А вот эта вот грязючка, в которой сейчас весь мир находится, она, конечно, может привести к Третьей мировой. По этому поводу съезд. Значит, что принесет съезд этот Украине? Что принесет съезд Украине? Значит, ну, во-первых, нам будет оказана еще большая помощь, еще большая поддержка. Для большой двадцатки мы находимся вот в таком положении. Вообще для всего мира мы находимся в таком положении. Люди, которые без крыши, без еды, без воды, без одежды, с поломанными ногами идут по улице, по снегу, да? Ничего не напоминает называется. Это мы с 24 февраля. Вся Украина в таком бедственном положении находится. И этот съезд нам гарантирует помощь, укрепление помощи, укрепление нашей позиции. Ни у кого не будет вызывать сомнения, что правда за нами, что мы поступаем абсолютно верно, что наши шаги закономерные. Следующий вопрос. Как ваши карты видят, почему Путин не поехал на этот съезд? И в каком, в принципе, его диктаторское здоровье состоянии? Слушайте, вот эта путинская матрешка, я так называю всех этих людей, кто представляет Путина на сегодняшний день, да? Кто играет эту роль. Они разваливаются. То есть вот эти вот его двойники, они просто находятся в состоянии полуразвалившегося человека. Как физически, так морально, так и ментально, 100%. Там силы есть только на выходы в своей стране публичной. И то, поверьте, эти силы заканчиваются. Там заболевание. Заболевание серьёзное, глубокое, нервное, психиатрическое, по королеве мечей перевёрнутой. То есть там, ну, полный пи***ц происходит с человеком. Собственно говоря, очень, мне кажется, справедливо. Вот так. Поэтому и не поехал. Чтоб он там делался с ними трясущимися руками. Так. А, вот и мы сказали, в каком состоянии его диктаторское здоровье. Или его, или сколько их там здоровья. Ай, класс. Обожаю карты. Как они красочно описывают состояние этого дегенерата. Значит, история такая. Путин, да, в кавычках Путин. Путин, он на сегодняшний день очень сильно не хочет принимать реальность. Потому что она на него сваливается с каждым днём всё больше и больше, с новой силой. А он, в общем-то, полностью от неё отнекивается. И говорит о том, что нет, как это так? Я же большой и сильный дьявол. Обратите внимание, в перевёрнутом состоянии. Я же должен был поработить весь мир. Как это так? Не надо мне новостей, что у меня ничего не вышло. Жезлы перевёрнутые. Отсутствие действия или действия не в той степь. Не надо. Уйдите от меня с этими новостями. Не нужно мне это, пожалуйста. То есть, там у человека вот вся суровая реальность на него нападает с просто безжалостной силой. Благодарю. Хорошо, двигаемся дальше. Сейчас к важным новостям. Последние дни части Юга, в том числе и Херсон, частично освобождены. Вопрос к вашим картам. Представляет ли город и регион, в принципе, после отхода русских, опасность? Херсон – это Украина. Это неоспоримый факт. Но Херсон является для наших ребят сейчас такой очень хорошей точкой опоры. Они ни в какую оттуда не уйдут, не отодвинутся. Они вот просто ногами уперлись в него и будут стоять там до последнего. За свою землю это вообще не обсуждается. Но с другой стороны, это тот же Херсон, только, как говорится, напротив. Будут массированные атаки, будут и прилеты, и все на свете. И мечи, и башни, и, в общем, полная жесть. Поэтому, кто находится в Херсоне, в самом городе, собираем свои вещи, собираем детей, ищем родственников, ищем помощи. Ищем помощи у государства, у других стран. И, пожалуйста, уезжайте оттуда. Там небезопасно. Пока полностью Украина не отвоюет свои земли, как минимум на момент 24 февраля, в Херсоне небезопасно. Хорошо, двигаемся дальше. Украинские власти, даже на фоне вашего ответа, призывают не возвращаться в освобожденные на юге населенные пункты или даже, в принципе, уехать из города, в том числе и из Херсона. Так как оккупанты могут обстреливать этот город неоднократно и превратить его в Новый Харьков, Николаев или, хуже того, Мариуполь. Как видят ваши карты этот регион в ближайшее время? Украинские власти призывают уехать, я призываю уехать. Уезжайте из Херсона на полном серьезе. Собираем вещи, ищем куда, ищем какие-то варианты и уезжаем. Это вопрос вашей жизни, вашей безопасности, безопасности ваших детей, жизни ваших детей. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос. По состоянию на данный момент на Херсонщине освобождено более 60 населенных пунктов. Оккупанты перенесли столицу области в Геническ. Херсонская область будет освобождаться дальше? И не помешает ли этому погода и морозы, которые вот-вот наступят? Значит, наши ребята знают о том, что в Херсонской области есть некая опасность, некая ловушка, некая подстава. Им это известно. У нас очень хорошо работает разведка. Зря ее недооценивают. А может и не зря, пускай недооценивают. Все равно б***я на всю голову. Так вот, по поводу освобождения Херсонской области. Освобождение будет стремительное. Потом мы немножко затормозим, потому что рядом будет опасность, чтобы ее обойти. И в течение ближайших, ну это максимальный срок я сейчас называю, пускай это будет две недели, ну давайте так, два месяца, мы уже максимально-максимально обнимаем всю эту Херсонскую территорию в свои объятия. И возвращаем ее домой. Тьфу-тьфу, дай бог, пускай так и будет. Еще один вопрос. Михаил Подоляк прогнозирует, что Россия созреет до настоящих переговоров сразу после освобождения Донецка или Луганска. Изменились ли в пространстве временные рамки освобождения этих городов? Когда, как ваши карты видят, это может произойти? Луганск не спешит возвращаться, пока нет. Пока нет, карты говорят, и не надо. Оно вам пока и не надо. У вас есть чем заняться. И Донецк. О, а Донецк прям, вот он прям наш. Донецк будет наш, Донецк это Украина. Отлично, супер. Вот, 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 супер. Ничего, после Донецка и Луганска никуда он не денется. Дай бог. Еще буквально несколько вопросов. Следующий звучит так. Для чего наемники ЧВК Вагнер казнили заключенного, ранее попавшего в плен? Почему позволили этой информации быть обнародованы? И в принципе для кого это был сигнал? И почему это в принципе произошло? Потому что они думали, что это злейший враг. Потому что они думали, что этот человек несет для них какую-то максимально большую опасность. Потому что они думали, они были уверены, что этот человек наделен какой-то тайной, очень судьбоносной информацией. Ну, моя версия тоже никуда не девается. Благодарю. Следующий вопрос. После того, как Россия вывела войска с Херсона, сторонники войны все чаще сомневаются в способности Путина выполнить свои военные обещания. Вопрос к вашим картам. Люди в России и дальше, что называется, будут хавать то, что им дают? Или очнутся и пойдут против власти? Значит, в России, народ России, который за войну, который поддерживает эту адскую бойню, проснется ли этот народ? Проснется ли этот народ? Да, народ проснется, никуда не денется. Просто та масса людей, вот мозг которых поражен путинизмом, они-то проснутся. Будет завтра другая пропаганда, будет там Соловьев и Скобеева петь какую-то другую херню. Они и ей будут верить. Суть не в этом. Суть в том, что они не являются вершителями судьбы РФ или Кремля. То есть эти люди никогда не выйдут на улицы. Ну, поменяют они свое мнение где-то у себя там в избушке на курих ножках и поменяют. Но они не выйдут никуда. Они не будут за него бороться. А теперь другой вопрос. Революция, митинги, протесты в РФ. Если да, то когда? Будет две стадии конфликта, внутреннего конфликта в этой Петербургической Федерации. Первый случится до весны. Это случится среди военных. Это случится среди госслужащих. И он, знаете, как опухоль будет нарывать, 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 нарывать до весны. Потом следующий этап, когда прорвется, когда уже скрывать и когда уже просто сдерживать этот конфликт будет невозможно. Это уже будет после весны следующего года. Буквально два вопроса. В Волынской области строится стена с Белоруссией. Вопрос к вашим картам Таро. Это мера предосторожности или руководство что-то знает? Как ваши карты видят этой стеной? Воспользуются, в принципе, как фортификационным сооружением в ближайшем будущем, чтобы защищаться от нападения с Белоруссией? Так, в Волынской области строят стену. Напряжение надо туда дать. Каким-то ядом помазать эти иголочки. Так, Волынская область воспользуется ли стеной защитной? Не, не успеют воспользоваться Волынской область защитной стеной. Надо было раньше, в общем-то, по этому поводу что-то думать. Не воспользуется. Значит, вот та стена, которая строится, она будет разрушена, она будет нарушена. То есть это нужно понимать, примите к сведению. Все важные люди, которые решают что-то в этой войне, учитывайте, что стену надо не только строить, но и защищать. И последний вопрос. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина вернет Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России. Как ваши карты видят такой сценарий? Возможен? Я предлагаю, чтобы это было ранней весной, например, возвращение Крыма в Украину максимально без крови, без конфликтов военных. Я хочу, чтобы это было так. Я хочу, чтобы это был февраль-март. Пускай таки будет. Яна, мы благодарим вас за ответ и спасибо большое, что нашли время выйти с нами на связь. Напомню нашим зрителям, с нами на связи была таролог Яна Пасынкова. Если у вас появились вопросы, задавайте, оставляйте их в комментариях под этим видео. Связаться с Яной можно по ссылкам, которые мы тоже оставим под этим видео. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал People Life. Все обязательно будет хорошо. До встречи в следующих видео.